Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Я предыдущий влог закончила, потому что уже много было файлов, много материала. Он получался длинный. Я там готовила борщ, и я рассказывала, что такое борщ. Готовлю впервые, потому что обычно я готовила борщ с мясом и так далее. Но так как, пусть я и не вегетарианка, но у меня вообще нет потребности в мясе сейчас, хотя в морозилке всего этого добра в достатке, я решила попробовать сделать, во-первых, борщ без мяса, во-вторых, я обычно тушу овощи в мультиварке. В этот раз я поленилась ее доставать и тушила в сковородке. Потом, из того, что я делала впервые, я использовала помидоры вместо томатной пасты. Также я обычно готовлю борщ в большой кастрюльке, а в этот раз готовила в маленькой. Для того, чтобы борщ был таким красивым, красным, я всегда использую только лимонный сок, то есть не уксус, ничего подобного. И вот он такой красивый получился. Я уже попробовала. Он очень вкусный, очень насыщенный и ничем не хуже, чем если бы я его приготовила с мясом. Ну, разве что низкокалорийный. Например, здесь 300 с чем-то грамм и получается 80 калорий. Просто шикарно. У меня сейчас потребность больше в крупах. Я понимаю, что я съедаю утром овсянку, вечером гречку и днем я бы вполне добавила еще какой-то крупы. В том видео я показывала пряники. Я сделала, ну, собственно, видео я снимаю и то, и другое сегодня. Поэтому сейчас буду делать глазурь. В этот раз у меня печем дома глазурь цитрусовая. Ну, посмотрим, как она полила глазурью. На самом деле, глазурь прям желтенькая, такая нежная, но она намного ярче, чем здесь. Здесь вообще как бы желтизны нет. Кажется, что что-то кремовое. На самом деле, прям вот очень нежные, красивые, такие желтенькие пряники получились. Ну, в общем, в этот раз все значительно лучше. Но, как я уже сказала, вот эта некрасовская мука из пятерочки, я ее не советую все-таки. Сейчас я ее, конечно, использую, потому что она есть. И взяла ее, когда вот это началось, что люди все скупали, сметали с полок. Вот, я взяла один раз пачку и потом пачку взяла, потому что мы, ну, все равно выпечку делаю. Видео снимаю, поэтому по-любому нужна была. Вот, но уж лучше Ашановскую, но, честно, и Ашановскую я тоже не советую. Она стала лучше, чем была раньше. Вот эта марка каждый день. Но самая, как по мне, вот из бюджетных лучшая красная цена в пятерочке. И также вот есть в пятерочке, верно, такая мука в красной упаковке с белым горохом. Вот с ней у меня никогда не было осечек. А эта мука, она более тяжеловатая, что ли, она более темная. Ну, мука, которая потемнее, она не всегда тяжелая. А здесь вот, мне кажется, все-таки, ну, не очень. То есть ее либо брать просто на всякие блинчики, вот на такие вот вещи, но еще лучше избегать. Ушастый тоже балуется борщом. Казалось бы, без мяса, но собака ест с огромным удовольствием. Я уже каждый пряник обернула в пищевую пленку. И сейчас накрою сверху крышкой. Сейчас села, включила ноутбук. Буду подписывать видео. Сегодня должен был выйти хобби-влог, но я его не сняла. Поэтому буду выкладывать лайф-влог. У меня их в запасе несколько. Но так уж получилось. Потому что до этого несколько дней я снимала про косметику, про раскраски впрок. И поэтому, да. Сегодня еще нужно сделать маникюр. Я сейчас решила немножко позаниматься. Сейчас 23.14. Но на самом деле просто я там готовила, все такое, снимала видео. И сейчас вот то, что у меня загружено впрок на YouTube. Ну и не только впрок, а то, что выходит. Я скачала сейчас на ноутбук, перекинула на съемный диск. И сейчас еще на дзен закачиваю. Ну, на дзене это так, пусть лежит в запасе, а там посмотрим. На дзен я сейчас загружаю мало, но когда есть время. Потому что я поняла, что не загружаешь, что загружаешь, что по 10 видео, что по одному, что вообще ноль. Они именно не платят, а вознаграждают. Поэтому мне, честно, без разницы вообще. На этот дзен с ним в любом случае толку не будет никакого. Поэтому пока у меня сейчас на дзен все это загружается. У меня скоростной интернет достаточно. Но, не знаю, все равно минут 15 пусть там пока все это стоит. Я здесь вот немножко разомнусь на ночь. Я уже умылась, крем нанесла на лицо. И под глаза тоже. Сейчас 4.46. Уснуть я не могу. За окном уже светает. Вот, честно, с одной стороны, я люблю весну, люблю лето, осень. Ну, в принципе, я сейчас и зиму полюбила. Но меня вымораживает вот это вот... То, что светает рано. Это ужасно. Особенно, если вдруг не можешь уснуть. И самое отвратительное, это птицы. Которые, я не знаю, по-моему, всю ночь поют. Это ужас какой-то. Я вообще птицы не очень люблю, потому что от них один мусор. Хотя я, конечно, их там всегда покормлю и так далее. Но, честно, не люблю их. И еще и шум. Ну, потому что они вот всю ночь. Спала я не очень хорошо. Сейчас 11.26. Ну, в принципе, дел много. Ну, нужно, в общем-то, завтрак приготовить. Я еще хочу ячневую крупу приготовить на обед. Типа к супу дополнительно. В общем, буду этим всем заниматься сейчас. У меня давно лежит от Увелки ячневая крупа и три пакетика. Она вкусная. Просто про нее забыла. Но с ней все хорошо. Поэтому у меня, слава богу, крупы нормально хранятся. Поэтому сейчас сварю и только внесу в микшер рецептов. Потому что, ну, как бы здесь никаких добавок не будет. Непосредственно сама каша. Вот. Но я ее, поскольку планирую съесть не за один день, соответственно, нужно знать четко на 100 грамм продукта калорийность именно в микшере. Ну, а сейчас буду измельчать капусту и делать начинку для пирогов. Потом я еще достану свою любимую терку декок. Буду там морковку натирать. Ну, можно все как бы здесь и сразу, но я люблю именно морковку в другой терке натирать. Ну, в общем, приступлю. Кашу я сварила. Значит, ну, я ничего туда не добавляла. Потому что я ее именно помимо обеда дополнительно, то есть, например, к борщу, который у меня без мяса я так специально сделала. Вот. Но я снимаю фрагментами, поэтому я не помню, что говорила, что не говорила. Вот. Так, конечно, если ее и в чистом виде, то нужно по вкусу добавлять какие-нибудь специи, может быть, масло, может, еще что-то. Ну, потому что в чистом виде гречка или овсянка имеют довольно яркий вкус. А это, как бы, вкус гораздо более простой. Но я именно вот для таких целей понемножку или в салатик, или еще как-то. Ну, в общем. Поэтому сюда я даже соли не добавляла. Мне нормально. Я уже... Это 80 грамм пакетик. Ну, и, соответственно, дальше я рассчитала калорийность с учетом набора воды. Ну, и все такое. А сейчас я буду готовить тесто для пирогов, потому что вот начинка готовится. Потом буду уже мыть плиту. А сейчас я буду делать маникюр. Вообще, начинка для пирогов готова. А вот тесто я сегодня все-таки делать не буду, потому что мне надо в 15.30 выйти. Дело в том, что мне написала моя подписчица Ульяна. Привет тебе! И мы договорились встретиться. Поэтому, ну, я просто уже... Ну, может быть, и успею, но это будет вплитык. Короче, я решила, что лучше отвожу это на завтра. Спешки никакой нет. Достала свои лаки. Как вы знаете, у меня их раньше было много, но я их сократила вот до небольшого количества. К тому же, например, вот от Ифрашелак. Он маленький. Вот эти стали совсем подсыхать. С блестками. Так что, думаю, скоро их станет еще меньше. И покупать я буду только вот прям пару штук. Потому что, ну, я чаще всего использую готовые дизайны. То есть, я куплю себе, скорее всего, какой-то прозрачный топ, чтобы можно было использовать дизайны. Куплю себе, когда закончится красный лак, ну, на ногтях, на ногах. Вот. И, допустим, один-два лака каких-то. Сейчас я попробую кое-что тут сделать. И если получится, то когда черный лак закончится, может быть, я его еще приобрету. Ну, короче, много набирать не буду. Мне это ни к чему. Лучше. И причем я буду стараться покупать, возможно, в маленьких флакончиках, чтобы чаще менять. Маникюр сделала. Там у меня кофеварка варится, если что. Ну, могу сказать, что, конечно, накосячила я в этот раз глобально. И сейчас надо еще будет подправлять. Я подправила. А потом закрепила это все эйвановской. Ну, в общем, которая сушка. Кошмар. Ну, тут у меня... Я только руки помыла. Подождала. Сушка хорошо действует. Вот. Ну, и смыла, потому что она такая жирная. Вот. Надо будет еще подправить. Я использовала... Что я использовала? Я использовала вот этот вот из Magnet Cosmetic лак. Он уже заканчивается. И как бы такой... Ну, я его не буду выбрасывать, потому что он еще послужит. Как раз там немного осталось. Вот. И поверх я наносила от Jean-Michel из Fixed Price. Эти лаки очень хорошие. За редким исключением они хорошо ложатся. Вот. А обычно я его в чистом виде использовала. А сейчас на черный лак и получилось хорошо. Но я говорю, что прям... Вот очень... И почему получилось неаккуратно? Сейчас объясню. Дело в том, что вот эти кисточки, они шикарные. И все очень аккуратно получается. Но у меня была изначально другая задумка. И поэтому то, как я делала, получилось неаккуратно. Я хотела нанести так неравномерно. Немножко черное. Потом где-то по краям вот это. Но в итоге... Ловкости рук у меня не хватает. Таким образом что-то наносить. Кстати, вот здесь надо подправить. Уже заметила. Вот. Ну ладно. Сейчас я этим займусь. Ну вот. А теперь я буду как делать? Я буду сначала черное наносить. Причем я буду только посередине так наносить. А дальше полностью перекрывать вот этим. Получится неплохо. Вот. Но вообще, скорее всего, завтра сотру. Потому что у меня сейчас просто уже нет времени. Не, но в целом цвет хороший. Ну а вообще я крашу гораздо аккуратней. Здесь вот я еще и блесток немножко добавила. На пробу опять же. Ну да. Короче, в этот раз такое себе получилось. Ну... Просто вот эти вот типсы тоже надо использовать. Так-то у меня готовые всякие дизайны. Ну думаю, все равно надо. Поиспользовать. Я еще сейчас вот здесь кончики подпилила. На некоторых это было нужно сделать. И вообще, вся ужас черного лака заключается в том, что с кожи не смывается с трудом. Точнее, я смывала вот этой вот мечтой. В составе... Тут есть состав. На первом месте стоит ацетон. Но честно говоря, я не очень верю, что здесь ацетон. Мало того, что не пахнет ацетоном. Никакой отдушкой это перебить нельзя. Я думаю, что врут. Нагло врут. Поэтому я сейчас буду... Вот, возможно, это таким средством. Здесь, правда, пихта написано. Но... Это советское средство. Не, ну как, не совсем уж советское, 2003 год. Но, тем не менее. И я думаю, что здесь точно... И у меня есть еще одно такое советское средство. Вот. Просто жидкость для снятия лака. 30 копеек. Это, видимо, совсем старенькое. И вот, я думаю, тут стопроцентный ацетон. Ну, что могу сказать. Вот это средство, так средство. Действительно, вот сейчас поправляю. Вот еще здесь надо немножко подправить. С рук идеально все смылось. Да, пахнет ацетоном. И я бы даже сказала, немного аммиаком. Но так это я сейчас руки-то помою. Не проблема. Зато работает на ура. Да, я уже вот поправила немного еще. Я просто, знаете, боюсь, что... Как сказать? Сначала красишь ногти и боишься заехать на кожу, да? А потом начинаешь подправлять маникюр и боишься уже лак снять. Но средство классное. Ну, а сейчас время попить кофе. И я взяла себе плюшку. Положила на нее сыр. Ну, и разогрела. Мне так нравится. Собрала небольшой презент. Правда, оказалось, у меня много пакетов и все маленькие. Вот. Ну, ладно, ничего страшного. Просто все неожиданно. Тут у меня вкусняшки съедобные. Ну, в смысле, здесь вот пряник, который я вчера готовила, показывала в видео. Вот, лимонный. Так. А, и не только. Здесь еще имбирные печеньки я тоже сюда положила. Вот. Ну, тут все еще помимо пакета в целлофан упакованы. Поэтому ничего страшного, что с косметикой. Вот. А тут я положила два мыла ручной работы. Два кусочка вот таких с ароматом французское печенье. Там еще это имбирная вот елочка. И это пряничный. Пряничный человечек. Там соль для маникюра и крем. Уже в метро. Скоро буду на месте. Решила немного поснимать в завершении прогулки. Посмотрите, какое шикарное небо красивое. Ну, а теперь у нас прогулка по торговому центру авиапарк. Решила показать Ульяне вот этот вот огромный аквариум. Он в книге рекордов Гиннесса. Смотрите, какая ленивая рыбина. Такое впечатление, что она просто зевает. Она такой же расцветки у нее и во рту. Посмотрите-ка. Прелесть какая. Но мы сейчас застали момент, когда кормят с аквалангом. В общем, это интересно. Вот сколько хожу здесь. И все равно что-то такое вот интересненькое увидишь. Но на самом деле я чаще проезжаю на эскалаторе. Редко прям к нему подхожу. Но очень классно. Мы уже погуляли. Я вышла из метро. Иду домой. Заходили в Ашан. Я тут купила себе немножко еще морковки. У меня еще та из утконоса осталась. Но уже мало. Поэтому я морковку с утра до ночи жую. Погода сегодня уже прям весенняя. Ну и в общем, честно говоря, мы прошли. Ну мы хорошо погуляли. Но не так долго, как я обычно гуляю. Но почему-то у меня настроение у меня прям супер поднялось. Но, видимо, воздух реально весенний. Он прям вот совершенно другой. И так это сильно по голове стукнуло. В том смысле, что чувствуется сразу насыщение кислородом. Такая усталость. Уже следующий день. 20 апреля. 9.37 утра. Я вообще, честно говоря, практически всю ночь не спала. Возможно, где-то с 5 до 6 я поспала. Потому что... Короче, погуляли мы вчера вообще просто супер. Но у нас с ушастым потом на прогулке случилась неприятность. Он гуляет в наморднике. И... В общем, его, извините за подробность, стошнило. Но он был в наморднике. А я что-то не заметила. И он... А он испугался. И вместо того, чтобы наоборот держать голову вниз, еще и наверх ее поднял. Короче, я намордник сняла. Ну... В общем, я не знаю, что-то... Может быть, ему в нос попало еще как-то. Короче, у нас лифт не работает. Он еле дошел. Дома стал дышать просто вот. Только носом. Я сначала все-таки боялась, что вдруг что-то понюхал. Хотя это исключено. Думала, ну вдруг. Дала полифепан. Но смотрю, как бы легче не становится. Значит, мне отравление и ничего такого. Я стала читать в интернете. Написано, что это вот то, что собака дышит носом, может быть стрессом. Ну, а стресс он действительно огреб, очень сильно испугался. Вот. Я дала успокоительное. Сначала дала корвалу, потом еще, но вроде как не помогало. У меня вообще просто была истерика, слезы. Я не знала вообще, что делать. Всю ночь с ним спала. Потом в какой-то... Ну, как, лежала. Потом в какой-то момент я поняла, что он как бы пытается откашляться. При этом он воду пил, все такое, от еды отказывался. И, значит, я думала, ну что делать, как бы. Думаю, а вдруг у него, может быть, он линял. Сейчас талинька закончилась. Ну, думаю, может быть, шерстью надышался. Еще что-то мешается. Я вспомнила, что в таких случаях надо взять масло, влить в пасть. Я прям шпыльцом взяла масло подсолнечное и впасть ему. Вы знаете, сразу задышала именно нормально. Через рот, не через нос, но как бы нормально. Периодически что-то возвращалось. Я еще через час немножко масла. И сегодня утром. Ну, вроде как лучше. Поэтому думаю, что, возможно, еще и стресс. И вот это вот все. И испуг. Я, правда, побоялась, что вдруг второй раз микроинсульт случился. Тьфу-тьфу-тьфу. Но нет. Тоже, слава богу, нет. В общем, я поспала на полу с ним где-то час. Встала. Вообще, я просто в стрессе, в жутком. Ну, а вчера вот и делала начинку. Поэтому что, встала рано. Поэтому замесила тесто. Я просто хотела еще лечь. Как бы, когда проснулась на полу, поняла, что ему все спокойно, нормально. Хотела лечь на кровать. Только легла, он заистелил. Вот. Ну, короче, вот. Я уже пропылесосила. Как-то так. Собакин вот лежит. Ну, по крайней мере, он спокойный сейчас. Это уже хорошо. Иногда дремлет. Дыхание ровное. Так что, и в принципе, даже кусочек фарша съел. Маленький. Так что, как-то так. Вчера заходила в Ашану. Мы вместе с Ульяной зашли. Я взяла базилик, потому что закончился. Взяла сразу, ну, два пакетика по 4 рубля с копейками. Вот. Так, что еще взяла? Поняла, что у меня закончился разрыхлитель теста. Там где-то я использую соду, но в каких-то рецептах разрыхлитель. Тоже, то ли по 4, то ли по 5 рублей. А лук взяла и морковку. Поскольку я в приложении Ашан там в игрушку играю, то дают баллы. И у меня в тот раз было 45 баллов, по-моему. И в этот раз списали вот баллами. 20 баллов списали. Вот они мне, кстати, сегодня еще 5 баллов начислили за игрушку. Так что, ценники вот такие. Это уже с учетом скидок. В общем, я заплатила 49 рублей 11 копеек. Вот. А марку получается лук 608 грамм. А, морковка 608 грамм и лук 3074 грамма. Ну, нормально. Обменялись с Ульяной подарочками. Здесь были косметические подарки и канцелярские. Канцелярские я покажу в хобби-влоге, а здесь покажу в лайв-влоге косметические. Вот такой крем для рук и тела. Радужный крем-десерт. Тут объем. Большой объем. Короче говоря, я уже попробовала этот крем. Он обалденно пахнет. Помимо потрясающего оформления, крем невероятно вкусно пахнет. Это вообще просто восторг. Также была вот такая масочка. Зеленый чай. Это, кстати, классно. Атекель. Можно будет как-нибудь тут на днях сделать. Может быть, даже сегодня. Так. И. А еще было мыло. Вот такое. Мне кажется, что я его не буду долго хранить. Я его вообще положу в использование. Это клубника для пяти марселье. Но вообще мне пахнет земляникой. Такой вот лесной земляникой. Я уже так приоткрыла. Мне было интересно. Понюхать вообще обалденный аромат. Я вообще в полной восторге. И еще из косметического был шампунь Organic Shop. Коса до пояса. Морские минералы. И органические водоросли ламинарии. Вот. Он классный. Такой густой-густой. Буду обязательно пробовать. Спасибо большое. Ну, а канцелярское я покажу уже в хобби-влоге. Кому интересно. Ну, как бы посмотрите. Хотя я думаю, что, в общем, хобби-влог, скорее всего, выйдет раньше этого лайф-влога. Потому что я обычно чередую последнее время. А тут у меня несколько лайф-влогов подряд выходили. Поэтому, в общем, сначала выйдет хобби-влог, потом лайф. Пироги с капустой готовы. Я еще готовы вот такие вот плюшки. Ну, точнее, это уже не плюшки, а улиточки такие. С корицей, какао, сахарной пудрой. Я вот показывала, что обычно плюшки я, ну, вот, сделала, чтобы и собаке давать, такие. Вообще, без сахара. Без всего. И мне самой так нравится. Но, знаете, сегодня и для себя, и для ушастика сделала. И такие. Потому что собаке он болеет, и мне хочется его побаловать. Потому что, ну, не знаю. А только, да, сразу не говорите, что это не полезно для животных. Я все знаю, но, как бы, в малых дозах это все можно. И, в конце концов, сейчас мне важно, чтобы были позитивные эмоции у собаки. Ему сейчас это надо. Потому что я, честно говоря, я очень боюсь, как бы это ни было сердца. Вообще, как бы. Потому что, ну, в общем, будем смотреть. В общем, но я даже для вот этого просчитала калории. Потому что, естественно, я это не собираюсь за один раз съесть. И, тем более, все скармливать собаке. Вот. Поэтому. Вот здесь вот у меня я разделила начинку. Там по 40 грамм получилась начинка. И взяла тесто по 40 грамм. Потому что я сначала приготовила тесто, внесла. Я сделала один рецепт в приложении. Потом создала начинку. Тоже отдельный рецепт. Потом третий рецепт. Это уже были пироги с капустой. Так будет просто удобнее. Сейчас вот конечную массу посчитаю. Но пирожки уже получились разные по массе. На сколько-то грамм отличаются. Потому что сок все равно как-то вытек. Немножко. Вот. И для этих я тоже все посчитала. А, еще я, кстати, отдельно создала рецептом меланж. То есть разбила яйцо. Посчитала отдельно белок, желток. Потому что калорийность у всего разная. Мне нужно точно. И потом сколько вот на все это ушло. На этот рецепт, на этот рецепт. Вот. Получилась, конечно, красота. Так что сегодня собаку побалую. Вот этот ему пирожок. Потому что тут, ну, начинки тут на самом деле столько же. Потому что я, когда, ну, у меня вот начинка была, была выложена здесь. Вот, собственно, она. И там немножко оставалось. Не по 40 грамм, а грамм 30. И потом вот здесь вот я собрала так, что полноценный пирожок. В общем, как-то так. Ну, я просто тоже хочу себя сегодня побаловать. Потому что у меня вообще стресс. Я не спала уже сутки. Я ревела полночи с собакой. Короче, как-то так. Я села завтракать. Сегодня уже 21 апреля. 12.42. Ну, я, наконец-то, все-таки выспалась в кровати. Хотя сначала спала с ушастым. Потом в кресле-мешке. Ну, и потом все-таки перебралась уже. Ну, ему как бы... Он поспокойнее, полегче сегодня. Встала и так далее. Но мы вчера с ним не ходили гулять. Но проблема в том, что он не привык ничего делать дома. Ну, вот. Но просто для него лестница – это реальный стресс. И сейчас это вообще было бы, ну, просто подписать приговор собаке. А лифт обещали только 30 апреля. В общем, что-то будем придумывать. Ну, а я сейчас буду завтракать. Смотреть какое-нибудь видео. Погода у нас, конечно, дождливая, мрачная. Но зато уже не снег. Снега вон. Видите, маленькая кучка осталась. И все. Полноценная весна. Это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Заходите в инстаграм. Три семерки. Рыжая. Три восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Пока-пока.